Пожалуйста, какие у вас есть замечания, предложения, вопросы? У меня такой вопрос, производственное отношение, производственное производство, средства производства, да, в голове не укладывается. А в чем тут разница? Производственное отношение, я так понимаю, это как люди участвуют в производстве, да, как они относятся к этому производству, к результатам своего труда, к распределению и так далее, это все производственные отношения, в том числе и их отношения к собственности и так далее. А производственные силы это то, что орудия производства, в том числе и человек как средство производства, и сырье и так далее. То есть, да, конечно, средства производства, они постоянно развиваются, появляются какие-то новые станки, новые автоматы, допустим, и прочее, много чего нового появляется, особенно по мере развития общества. Вы видите, что, допустим, если паровоз там где-то сто, если еще не 200 лет бегал, то тепловозы там уже и новые уже средства передвижения стали меняться гораздо быстрее, так же, как и типы самолетов и другие автомобили, по-моему, чувствуете, что стали чаще, быстрее обновляться и так далее. Но это только, как бы, средства транспорта, а средства производства также в таком же темпе в большом развивается. — Ленин и Маркетт были не правы, потому что, когда они жили, интернета не было. — А, ну, когда, нет, это правда, что интернета у них не было, а как это не право? Не было при них интернета. Тут уж однозначно. — Ну, он, видимо, один из тех, кто участвовал в создании этого учебника, потому что здесь не рассматривается. — Да, участвовал или в дискуссии принял какое-то участие там мощное или с какими-то… — Ну, как-то сейчас такие вопросы у людей могут еще возникнуть. — Да нет, ну почему глупые? Они не глупые. Они не глупые. Они вообще-то по делу, по делу. — У нас было желание действительно привозвести форму социалистическую капитализм. — В этом он говорит о капитализме такого нет. — Все было плохо, да. А теперь у нас все стало хорошо. — Даже я когда читал, там упрашиваются исторические примеры. — И теперь мы можем… — На капитализм ссылается, а такие же примеры можно найти в рабовладение или в финальном строе. — И теперь у многих складывалось тогда еще при Сталине впечатление, что Бога взяли за бороду и теперь можно что угодно натворить. — Вот появляется ли это одной из причин падения СССР? — Может быть. — Забыли про теорию и начали выдумывать… — Так точно, так точно. То, что натворили после 1956 года, это, конечно, ужас был. — Я сейчас думаю, что подсчитав Ленин, они взяли Бога за бороду? — Да, да. — Да, тоже правильно. — Уже мы даже Ленину на теорию сейчас? — Мне, кстати, в этой работе еще понравился такой момент, что Сталин написывает МТС, которые приданы колхозам… — Это дальше идет, дальше, дальше, дальше есть там. Там будет дальше. Вот в ответе товарища Ярошенко и товарища, особенно венеджера Сажиной, там как раз про МТС есть, которые потом загубили после… — И как раз после… — Да, да. — Их уничтожили, да. — Их сразу еще отменили. — Да. — Передав тем самым тем. — А он предостерегал, что этого ни в коем случае делать нельзя. Вот он дальше тут будет. Будет такое, да. Есть такой вопрос. Будет рассматриваться им. — Что, Алексей, у тебя нет вопроса по поводу товаров? Там был… — Дело в том, что я помню, это вот на моей памяти было… Я уже был довольно… В 1953 году мне уже 7 лет было. А в 1956 году я уже где-то уже… Это вот когда начали… Я помню, как из библиотек насильно изымали и жгли эти произведения Сталина, собрали сочинения. Они все там изымалось без этого… Проверяли, чтобы ни в одной библиотеке ничего не осталось. Как памятники эти рушили везде во всех городах, где они стояли и прочее. — Да, вот это было… — Нет, это будет лишних дня поберечить, потому что… Вообще по поводу изъятия учебников… — Не только учебники, вообще все книги из библиотек. — Это не только фишка 90-х и так далее. Недавно Сафронов, который, возможно, вы знаете исследователей в Советском экономике, приводил два примера. Вот этот Сталинский учебник, он на самом деле был не один. Было несколько проектов учебников, из которых потом… — Политической экономии, да? — Да. — Да, потому что тут широкая была дискуссия. — Вот он приводил учебник начала 30-х годов, то есть первых 30-х годов, где… Ну, в конце концов страницы, и там, где написано, у нас теперь закон стоимости, короче, не действует. Это два товарища. Фишка в том, что этот учебник запретили еще без Талину. Ну, тоже из-за маленьких библиотеки, там, все располагается. — У нас вот передали три коробки из библиотеки, да, обратили внимание? — Да. — А их тогда четко изъяли, вот это где-то… К 61-му особенно году где-то, и уже все… Даже проверяли, чтобы нигде ничего не осталось, ни в какой библиотеке. — Да. — Ну, мне удалось все-таки спасти почти… Значит, был такой вот в «Попад-1», помните, на первой речке там предприятие «Попад-1»? Его когда рушили в 90-е годы, так, и там, значит, библиотека была, они ее, значит… Приходи, типа, это самое… — Там не было трамвайного, что ли? — А? — Трамвайное кольцо, да, было? Ну, к этой станции, к трамваю, да? — Нет, 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 это… Это в районе, значит, сейчас скажу… Это… Вот если вот проспект «Столетие» остановка, да, и потом туда немножко вглубь, вверх… Улицы даже сейчас забыл… «Попад-1»… Ну, оно рядом с троллейбусным, недалеко от троллейбусного… Вот, и они, значит, там… Оно рушилось, это предприятие, его практически ликвидировали где-то в 90… В районе 96-го года, и у них была обширная библиотека, значит… А я работал тогда в администрации первореченской, вот… И там один товарищ у нас тоже работал, он там перед этим работал в этом «Попаде»… И говорит, слушай, там библиотеку вот открыли, говорит… И говорят, идите, берите, что хотите из этой библиотеки забирать, Потому что нам все равно ее уничтожать, она нам не нужна, предприятие рухнуло… Я пошел с ним, смотрю… Значит, во-первых, что мне понравилось там… Четвертое издание, вот это коричневое, собрание сочинений Владимира Владимировича… Полностью, практически… Ну, там двух или трех книг не хватало… Я их потихоньку взял в сумки, раза в три приема перетаскал к себе туда на работу… Там недалеко было, да, от первореченской администрации… Потом смотрю, собрание сочинений Сталина… Тоже не хватало несколько томов… Там где-то штук пять… То есть, почему-то она там сохранилась… То есть, не полностью, но сохранилась… Я их тоже к себе перетащил… Они у меня сейчас дома хранятся… И четвертое издание… Вот… И собрание сочинений… Ну, примерно где-то на две трети… Собрание сочинений Сталина… Удалось мне утащить оттуда… Вы изучили? Да… Ну, прочитал… Не изучил, но прочитал… Потому что, чтобы изучить, конечно, надо многократно с ними общаться… И полностью собрание, конечно… Все изучить невозможно… Кое-что… Конечно, изучил из того, что очень важно… Вот… Кое-что… Что у Ленина… Что у Сталина… Времени, конечно, очень много… А что полностью… Ха… Ха… Я… Мала! Фiss... Ар…